Дэквондо я начал заниматься в 97-м году. Как и многих ребят, меня привели родители. И так получилось, что мне очень понравилось заниматься этим динамичным, интересным боевым искусством, и я, собственно, занимаюсь им до сих пор, всю свою сознательную жизнь. В детстве мне очень нравились фильмы про боевые искусства. В начале 90-х годов это было достаточно популярно. Было много западных фильмов с Жан-Клодом Лан Дамом, Чарлом Норрисом, Сильвестром Сталлоне, Джеки Чаном, Брюсом Ни и так далее. И я, как и все мальчишки, тоже с увлечением смотрел. Мы пробовали приемы отрабатывать, пытались сесть на шпагат, совершенно не зная, в общем, что и как, что должно тянуться. Да, своими силами пытались. Тянули друг друга прямо во дворе. Ну и это, наверное, тоже было одним из поводов пойти на занятия боевыми искусствами. Я стараюсь отслеживать такие моменты, но вот, к сожалению, сейчас из новых лиц, даже вот никого на памяти не могу. То есть как бы старички, они еще показывают себя, вот. А новых лиц, прям таких каких-то ярких звездочек. Потому что сейчас уже, наверное, если 20 лет назад какая-то вот эта боевая хореография, вот этот ореол боевых искусств, там, восточных единоборств он был, сейчас это все быстро, то есть это, в принципе, как танец. То есть в кино вот эта вот боевая хореография, она ставится практически любому актеру, специалистами, профессионалами, так, чтобы это на экране смотрелось красиво, динамично, а по факту, вот, то есть там человек может быть даже не быть там мастером боевых искусств, как раньше. Существует единый всероссийский классификатор видов спорта, куда входят признанные виды спорта, по которым проводятся официальные соревнования, присваиваются официальные разряды, звания и так далее. Тэквондо ИТФ является одним из таких видов спорта, который входит в этот классификатор, и, соответственно, ребята, спортсмены будущие имеют возможность выступать на соревнованиях, зарабатывать спортивные разряды и, дойдя до определенного уровня, выступать, скажем так, на более серьезных соревнованиях уровня чемпионата и первенства России, соответственно, входить в составы национальных команд и бороться вот как раз за звание мастер спорта, мастер спорта международного класса и в том числе и до заслуженного, кто-то может дорасти. Чтобы выполнить норматив мастера спорта, вот по этому классификатору необходимо занять, стать чемпионом России в календарных соревнованиях официальных, либо занять в некоторых дисциплинах по-разному, то есть там первая, второе место, то есть стать либо чемпионом, либо финалистом чемпионата России. И при этом должно быть еще несколько дополнительных требований, например, количество поединков, которые провел спортсмен, если он выступает по спаррингу, количество заявленных команд, если это командные дисциплины и количество участников побед в категории, например, по формальным комплексам. Собственно, я вот стал, занял второе место в соревнованиях по силовому разбиванию и наша команда заняла первое место в командном, в командной дисциплине также по силовому разбиванию. То есть я являюсь как раз вот в личных соревнованиях являюсь финалистом, а в командных соревнованиях чемпионом России.